Всем привет! Меня зовут Карина, и сегодня мы будем делать с вами пакетрейсер 2.2.3.4. Для этого нам нужно всего лишь сам пакетрейсер, если ему свободного времени, небольшой конспект, если вам это нужно, а также хорошее настроение. Для этого сначала мы скачиваем инструкцию, для этого мы переходим в саму инструкцию и нажимаем кнопочку «Скачать» и сохраняем нужную вам папку. Далее мы скачиваем сам ПК-файл, для этого тоже нажимаем «Скачать» и открываем. Вот, он у меня уже открыт. Теперь нам нужно ввести имя. Мое имя Карина, я его ввожу. И теперь вам тут нужно ввести ваш имейл и вашу группу. И нажать «Да». Далее у вас еще появится вот такое вот окошко, в котором будет написано задание. Оно удобное, потому что его можно закрепить, нажав на кнопочку «Топ», и оно не будет сворачиваться. Его размещаем где-то сбоку и начинаем делать само задание. И для этого нам нужно нажать по коммутатору «С1» и перейти вкладку в комбанной строке. Нажать «Enter». Далее ввести команду «Enable» и ввести команду «Show running config». И нажать «Enter». Далее у нас появится информация об интерфейсах, линиях гигабит интернет, значение линии в YouTube и так далее. Их всех нужно записать в PDF-файлик. Мы этого делать не будем, но вам это нужно. Для того, чтобы прокрутить все значения, нужно просто нажимать «Enter». Вот. И мы видим все. Далее нам нужно ввести команду «Config Terminal» или можно использовать со сокращенным вариантом «Conf T». Вот. «Enter». Далее нам нужно ввести команду «LineConsole 0». И нажать опять «Enter» и ввести команду «Password» и сам пароль, который спросит «Let mine». Нажимаем «Enter». И также нам обязательно нужно ввести команду «Login», которая активирует наш пароль. Вводим «Login» и нажимаем «Enter». Теперь с помощью этих команд мы обеспечили безопасный доступ к консоль. Далее выходим с этого режима с помощью команды «Exit». «Enter». Далее нам нужно защитить доступ к привилегированному режиму. для этого мы вводим команду «Enable» и команду «Password». Маленькими буквами «Password». И далее нам нужно написать пароль. В этом задании нас просят ввести вот такой вот пароль. Мы можем его просто скопировать, а можем переписать. «Ctrl-C» и здесь с помощью кнопочки «Paste» мы его ставим и нажимаем «Enter». «Enter». Все. И наш пароль уже сохранился. Далее нас просят, что сделать? Ввести команду «Show Running Config». Значит мы возвращаемся в предыдущий режим с помощью команды «Exit». Вот. И вводим команду «Show Running». И нажимаем команду «Enter». Нажимаем команду «Enter». Нажимаем опять несколько раз. Мы можем видеть, что наш пароль теперь показывается. И если мы нажимаем «Enter» еще несколько раз, чтобы высветилось все. Мы можем видеть, что пароль консоли у нас тоже теперь настроен. Нажимаем еще несколько раз. Вот. Теперь нам нужно также добавить зашифрованный пароль. Для этого мы опять переходим в режим конфигурации. В случае команды «Configure Terminal» или просто короткой команды «Conft». Далее вводим команду «Enable». Далее слова «Secret». Не забывайте пользоваться табом, так как это очень удобно. И далее нужно ввести сам пароль. Я его тоже скопирую, чтобы не было никаких ошибок. «Ctrl-C» и «Paste». И нажимаем «Enter». Все. И наш пароль настроен. И теперь нам опять нужно вернуться в предыдущий режим с помощью команды «Exit» и проверить настроен ли наш зашифрованный пароль. Опять же с помощью команды «Show running config». «Enter». И мы смотрим, что обычный пароль у нас показывается, а зашифрованный он показывается в виде непонятных знаков. И теперь мы не сможем его прочитать, потому что он зашифрованный. Далее нам нужно зашифровать все пароли, которые не зашифрованы. С помощью «Enter» прокручиваем весь «Show running config». Переходим в режим конфигурации опять же. «Config.conf.t». Так. И вводим команду «Service password encryption». Также не забывайте использовать табы. Теперь после этой команды мы опять же возвращаемся в предыдущий режим. Вводим команду «Show running config». Нажимаем «Enter» и мы видим, что теперь все пароли зашифрованы. Не только секретные, а и обычные. Мы можем прокрутить вот… Ой, я вышла случайно из «Show running config». Поэтому мне нужно ввести опять «Show running config». «Enter». Теперь нажимаем «Enter» и прокручиваем этот конфиг в самый низ. И мы видим, что пароль консоли у нас тоже сашифрован. И мы не можем его прочитать. Далее нам нужно настроить баннер. Для этого в режиме конфигурации, который опять же нужно перейти с помощью команды «Config.terminal», ввести команду «BannerMod». Пишем «BannerMod». Есть. И теперь с помощью скобочек мы вводим наш баннер. Я его раскопирую, чтобы не было никаких ошибок в баннере. Вы можете написать баннер свой, придумать любой, и он тоже будет работать. Закрываем скобочку и нажимаем «Enter». И у нас теперь настроен баннер. Теперь нам нужно выйти в предыдущий режим с помощью команды «Exit». И с помощью команды «Copy running.config.startup.config» сохранить все настройки. Вводим команду «Copy». «Run». «Run». Нажимаем кнопочку «Tab», и оно автоматически дописывает. Теперь пишем «St», тоже «Tab», и у нас команда полностью записана. Нажимаем «Enter» и еще раз «Enter». И написано, что у нас все сохранилось. Окей. Значит, у нас все правильно. Теперь нам нужно также настроить коммутатор S2. Если вы и так уже поняли, как это делать, вы можете перемотать видео. А я повторю то же самое для коммутатора S2. Переходим в режим конфигурации. Нажимаем «Enter». Имя устройства S2. Для этого пишем команду «Enable». «Config Terminal». Пишем команду «HostName». И S2. Нажимаем «Enter». Наше имя настроено. Потому что «Switch» слово изменилось на S2. Дальше. Нам нужно защитить доступ к консоли паролем в AdMain. Для этого пишем команду «Line». «Line Console 0». «Enter». Пишем команду «Password». И сам пароль. Нас просят пароль «LatMain». Копируем. Ставим. Нажимаем «Enter». И опять же не забываем команду «Login». Нажимаем команду «Login». «Enter». И у нас настроено. Теперь возвращаемся в режим конфигурации с помощью команды «Exit». Нажимаем «Enter». Далее нас просят добавить пароль «Enable Password» и пароль «Enable Secret». Значит пишем «Enable Password». У нас «S1» и так дальше. Копируем его. «Enable». И вставляем. Вставляем. Вот он. И нажимаем кнопочку «Enter». И так же с «Enable Secret». Пишем команду «Enable Secret». И наш пароль «Enable Secret». И наш пароль «Enable Secret». Также копируем с помощью «Ctrl-C» и вставляем с помощью кнопочки «Paste». И нажимаем «Enter». Далее нас просят настроить баннерное сообщение. Для этого нам нужно ввести баннер вот скобочку и сам баннер. Текст баннера нам написали. Так что мы его просто тоже копируем и вставляем с помощью кнопочки. Нажимаем и закрываем скобочку. И нажимаем «Enter». Все. Теперь баннер нужно встроить. Дальше нам нужно зашифровать все пароли. Для этого входим в предыдущий режим. С помощью команды тот же «Exit» и команды «Service Password Encryption». Ой, я немного ошиблась, так как эту команду нужно все-таки вводить в режиме конфигурации. Значит мы опять возвращаемся в режим конфигурации. И здесь уже вводим команду «Service Password Encryption». «Password Encryption». С помощью табов эту команду вводить очень быстро и легко. Все. Команда сработала. Все пароли зашифрованы. И теперь нужно проверить правильность конфигурации. Вот теперь нам точно нужно выйти в предыдущий режим и ввести команду «Show Running Config». «Show Running Config». И смотрим. «Enable Secret» есть и он зашифрован. «Enable Passport» тоже зашифрован. И теперь нажимаем «Enter» и держим. И вот у нас появился пароль консоли и он тоже зашифрован. Вот. И теперь нам нужно сохранить файл конфигурации. Для этого в этом же режиме вводим команду «Copy Running Config» или просто «Run Config» она допишет. и «Startup Config». Ст. Таб. Ой. Ст. Таб. Она дописала. Нажимаем еще раз «Enter» и оно теперь сохранило. Теперь мы смотрим на наши баллы и мы видим, что у меня они не полностью сделаны. Чтобы проверить, что не так, нажимаем команду «Check Results». «Assessment Items» и мы видим, что я забыла для коммутатора S1 настроить имя. Это не проблема. Закрываем наше окно. Переходим к коммутатору S1 и пишем здесь команду «Configure Terminal». Нажимаем «Enter» и теперь здесь нужно ввести команду «HostName» и «S1». Нажимаем «Enter». Все. Имя для первого коммутатора у нас тоже настроено. И мы видим, что у нас все задание выполнено на 100%. Я думаю, что если вы делали по нашим видео, у вас тоже все получилось. Так что желаю вам хорошего дня и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok